На столе у нас стоит картошка. А за столом стою я. Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас будем делать деруны. Драники, картопляники, как это по-разному их называют. Но мы будем их не просто делать картофельники. Картошка и без ничего. Добавим туда куриное филе и я вам расскажу. Короче, хороший рецепт. Наматывайте себе на ус. Ну давайте начнем. Мы ставим сразу плиту. Включаем ее. Все у нас там. Она уже на четверочке стоит. Пока она нагревается, мы возьмем посудину и будем туда крышить картошку. Ну картошку надо сначала почистить, я так, чтобы это все успеть попробовать и восхититься этими драниками, дерунами, картопляниками, картофельниками. Поэтому это я вот показал, что типа я чищу ее. А я уже заранее почистила, помыл это. Вот у меня уже эта картошка. Поехали. Вот в эту посуду ставим нашу терочку и мы трем картошку на крупную терочку. Быстро это все делаем. Вот так. Натираем картошку на крупную терку. В прошлом видео я вам показал, как делать оладушки. Я вот под ту чашку слопал две карелки таких, которые я вот тут делал. Вкусные это. Картошку понятно, что мы берем не молодую, а старую, чтобы она не такая была мокрая. Вот так все это мы натираем. Надо успеть, потому что жена вечером приедет. У нас вчера была продолжать банкет это. Шампанское в холодильник надо поставить. А чтобы его поставить, нужно его еще достать из погреба. Я как-то соберусь, да, расскажу, как я делаю домашнее шампанское. Нет, наверное, не в этом месяце. Хочу показать поэтапно это все. Надо подготовиться. Так просто сборки барахты не покажешь. Буду делать вино из того, что осталось виноград. И тогда все вам покажу. Так, ставим по капусту в сковороду. Вот мы натерли картошку на крупную терку. Вот, натерли. Куда мы вбиваем два яйца целых. Это одно и второе. Так, вбили два яйца. Теперь берем филе куриное. Ну, берем его чуть-чуть. Оно уже подтаяло. Когда оно такое подмороженное, тогда оно легче режется вот этой кубиками мелкими. Ну, постараемся нарезать этим ножем тупым. Тупым ножом я хотел сказать. О, нормально. Ну уж не тупой. Вот такими нарезаем сначала его филе полосками. Где-то сантиметр. Даже не сантиметр, а миллиметров восемь-девять. Так, нарезаем это все. И теперь, то мы нарезали вдоль, а теперь поперек. Вот так. Мы это все нарезали и отправляем к нашей заранее натертой на крупную терку картошке. Никогда еще не было, чтобы я чего-то не забыл. На этот раз я не приготовил вилку. До вилки дело дойдет. Это хорошо. Мы потом все перемешаем. Мы берем или зелень кинзы, или зелень петрушки. Ну, в данном случае у нас кинза пойдет в другое блюдо. Поэтому мы берем петрушку и мелко или так, мелко нарезаем. Для цвета гармонического. Ну, запах оно там не сильно дает, но для визуального этого содержания нашего блюда это то, что надо. Такие у нас деруны. Берем туда петрушку и отправляем. Так, есть такое дело. Так, теперь надо это все посолить. Соли у меня тут уже и мало, но сюда хватит соли. Посолите. Ну, сейчас я вилку принесу. Так, это надо все. Размешать. С яйцом. Вот так вот и все. Делаем. Можно добавлять растительное масло. Масло не жалеем, оно лишнего не возьмет. Так, вот мы это все перемешали. Получаются наши картофельники. И надо это теперь, мы посолили, надо это поперчить. Поперчили. И добавить куркуму. Курица любит куркуму, когда ей приправляют. Ну, это так, без фанатизма. Вот так, все. И еще раз. А, запах. Теперь у нас будет такого оранжево-зеленого цвета. Проверю, там запись идет или нет. Я вот это просто как-то делал видео, снимал, рассказывал. 20 минут вот это рассказывал. А потом это и приготовил, и попробовал. А потом пошел, посмотрел. Ни хрена оно и не сняло бы. Только зря старался это, вот это, языком чесать. Так, это у нас разогревается. Это мы добавили. И мы добавляем сюда капельку муки. Буквально чуточку, потому что нам не надо это, как его, чтобы оно скреплялось благодаря муке. Оно и так у нас липнется. Ну, буквально чуть-чуть, просто для того, чтобы для цвета обжарки. Бывает, я даже добавляю манной крупы для красоты. Все, вот этот у нас уже замес готов. И теперь мы просто выкладываем их на сковородку. Ну, типа как вот в прошлом рецепте, как будто вот мы эти готовили, оладушки. Так, вот это выкладываем. Сразу их расплюскиваем. И добавляем следующий. Это наше будет. Хорошая вещь, вкусная. На кусочек хлебушка положили. Такую штучку сверху помазали. Или кетчупом шашлычным. Или аджику выдавили. Вот это. Ну, сейчас все увидите. Я вот так. У нас вчера с женой годовщина была. Свадьба эта. Она смотрит там, ходила по юрелирным магазинам. Агатовая свадьба. Агат надо было дарить это. И находила там это. Кольца смотрела серебряные с агатами. Это. Зелеными, разными. У нас ремонт дома. Это все. Финансовое положение не позволяет делать такие дорогие подарки. Я еще пошутил, она так обиделась. Сказал, что я ей на годовщину годовой свадьбы подарю эту. Куплю книжку в Букинисте. Убийство в Восточном Экспрессе. Ну, кто не понял, это Агата Кристи написала ее. Ну, типа Агатовая свадьба. Ой. Ну, она сама подарки купила. И за себя, и за меня. Не буду рассказывать, что. Так. Оно моментально у нас вот это, как бы, схватывается. Мне надо посудину приготовить, на которую мы будем это все выкладывать. Так, не сбилось. А муха до сих пор летает, живая. Уже две недели тут в комнате живет. Я даже думал это имя ей дать, но не знаю, кто она. Мужчина или женщина. Ну, как. Я не знаю, как мух есть. Сучка или как. Нет. Ну, это к собакам. А мух. Мух и муха, что ли. Не знаю я. Ой. Переворачиваем. Какой красавец получается. Переворачиваем. Так, тут у нас еще не схватилось. И это все мы жарим на, вот это, на большом огне. На четверочке. Там, где у нас еще не схватывается, мы это все приплюскиваем. О, это мы так взбиваем, чтоб там однородная она была, чтоб жидкость там немножко оседает, это с яиц там, это с картошки это. И когда мы ложим, вот так перемешиваем. Что там в огороде интересного, да. Розы цветут, это уже третий раз за год, это, это. Герань цветет. Что я там, что еще вижу там. Ничего больше не понимаю, и не вижу там это. Жара вот эта, все вот сохнет, это. Сегодня поливать буду шлангом, насос это. В колодец опустил и включил. Нам воду дают три раза в неделю по сорок пять минут. Но я не могу среди недели, там, в разное расписание. То в десять утра, то в пекло, в самую жарушь не будешь поливать. А то приезжаешь, то то, что осталось в колодце, то он у нас уходит, дренирует. Потом мы насос кидаем и вечером поливаем. На ночь это. Так. Вот так они, это так жарится. Сейчас я достану сразу себе отжички. И это. Один. 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 Ой. Это. Я, наверное, вам сейчас покажу, как ее, это. Те, кто не любят это, такое, как бы суховатое, чтобы оно было, это. Можно их протушить. Так. Положил цинником наверх. Ну ладно. Это. И. Прожариваем. Не даем им перегореть. Периодически переворачиваем наши драники. Ну, я не знаю правильно, как они называются. Мне сказали, что это, типа, так они называются. Есть вариант вообще одна картошка эта. Даже без этого, без нити. И просто обжарочек. Говорят, что это белорусы любят такое. Не знаю, что они там любят. Вот. Вот оно у нас. А, да. И можно вот это. Полить чем-нибудь. Потушить. Я другой раз, как бы, когда быстро надо, бывает, добавляю или сухого венчика вот так, накрываю крышечкой. Или этот, рассола из-под зеленых этих оливок вот этих. Ну, а мы любим сухенькое сегодня. Вот так, потихоньку, вот они какие-нибудь красавцы. И в прошлом видео этот, я сейчас уже оделся, опять я не обратил внимания, не попросил прощения, я в труселях ходил. Ну, жара была такая. Ну, вроде там, посмотрел только что на фотоаппарате, вроде никаких там, этих, порнографии никакой, как бы, не наблюдалось. Так что было. Вот так мы обжариваем. Ну, она уже, запах, вот этот, куркумы с черным перцем. Ну, перец запах не дает. Вот у нас такие они становятся золотистыми красавцами. Ну, наверное, все-таки я, где-то, не, не буду рассол добавлять, это, где-то, в тот другой раз. Просто сейчас, как бы, покажу, нож. Нож есть, все есть. А, я, где-то, что-то, где-то, сейчас. Это звуки природы, да. Давайте сейчас звуки природы. Продолжен конкурс. Сейчас я что-нибудь достану из холодильника и съем. А вы попробуйте угадать, что я это сейчас съем. А вот я. Застал. Сейчас я одну секунду. Так, это-да. Ну, извините, что меня долго не было. Я его вам переведу. О, моя красавка. Пришлось кое-что помыть, это вам подскажется. Я ж не буду видеть там всякие, ну, это, приготовились, это, внимание, на старт. Слышно? Ну, я думаю, достаточно. Ну, а что у меня за спиной? На что это похоже? У вас есть 5 секунд. Ну, конечно же, это была морковка. Ну, я ее, так у меня долго не было, потому что я ее мыл. Чтобы она, я ж не буду грязная, если-то. Так, ну, вот у нас уже почти все и готово. Мы когда жарим, мы берем это, периодически меняем. Вот так выкладываем одну. Опять надо взбить, стушить ее. И на ее место отправляем другую. Не забываем подливать периодически маслица, потому что масло у нас периодически уходит. Так, проверяем. Чтобы оно подсохло, я еще такую делаю ход к нему. Я беру вот этот, вот этот, вот так вложу. Оно вот так чуть-чуть стекает, подсыхает на нем. Я в это время отправляю. Так же самое и вот это я вот так сюда вложу. В пятнашки играем, помните такая была игра в пятнашки? Все отправляем. И эти уже все три забираем. И на нее загружаем, на ее место загружаем следующий. Картофель. Так. Добавить маслица. Так. Ну, надо же попробовать. Убрать со стола. Я вот так беру, выдавливаю Чуть-чуть аджики. На запах. Но этот я на запах не буду, потому что там аджика будет пахнуть. И курицей пахнет. Картофанчик. Петрушка, кстати, запах практически не дает. И кулькуба. А на вкус. Отломаем без аджики сначала. То, что надо. То, что надо. Сейчас, переверну. Понятное дело, они должны быть такие плосковатые, чтобы кусочки курицы успели прожариться. И еще раз повторяю. Тем, кто не уверен в курице, можно добавить и протушить это. Или водички, или винчика сухого, или рассольчика какой-то. Но рассольчик-то да.